МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На канале ТВ5 итоговый выпуск новостей. В студии Горьбелышев. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Помогают всем миром. В пологах ищут мать брошенного новорожденного ребенка. Тепло подешевело. Новые тарифы за старые месяцы. Вознаграждение за тяжелый труд. Анна Панова лучшая спортсменка последнего месяца 2016 года. Новый год в офисе или чудо своими руками. Экс-директор парка Дубовая роща объявлена в розыск. Викторию Чекалову, которая руководила коммунальным предприятием с января 2014 по март 2016 года, обвиняют в злоупотреблении служебным положением и подделке документов. Запорожская городская прокуратура номер один открыла уголовное производство по факту присвоения денежных средств руководством коммунального предприятия Дубовая роща во время выполнения технических работ на малом водоеме парка. До судовим розслідуванням встановлено, що у 2015 році колишнім директором установи з одним з приватних підприємств був укладений договір підряду на виконання вказаних робіт, які в повному обсязі виконані не були. Достовірно знаючи про це, колишній керівник комунальної установи, маючи умисел на службове підроблення, внесла до офіційного документа за відомо неправдиві відомості про обсяг фактично виконаних робіт. Підписала та скріпила його гербовою початкою комунального підприємства. В связи з тим, що Вікторія Чекалова в прокуратуру не явилась, її об'явили в розыск. Подкидыш к Новому году в Пологах в один із многоэтажних домов подбросили сумку з младенцем. Вона простояла в холодном під'їзді несколько часов. Мать ребенка оставила і записку, в которой об'яснила причину своего поступка. Больше знає Екатерина Шапка. Сумку люди обнаружили здесь, на этой лестничной площадці. Вначале подумали, що хтось оставив із соседей і не придали значення. Нікаких подозрительних звуков теж не слышали. Але, як оказалось потом, в сумці знаходився новорождений ребенок. Сумка простояла в під'їзді несколько часов. Один із жильців дому решився заглянути в нее. Находка шокувала. На помощь позвал сусідей. В сумку полезли, там записка. Сосед почав звонити в міліцію. Я ребенка доставав, зашли домой. В сумці нашли записку, в якій значилося, що від ребенка мать відмовляється від відсуття жилья. Младенца доставили в родильне отделення Пологовської районної больниці. Здесь он знаходиться і зараз. Здоров'ю малыша на даний момент нічого не угрожає, говорять медики. Це дівчинка, вага 2,750, 52 сантиметри з ростом. Наразі дитина почувається добре. Добре їсть. Гарно почувається. Голосно заявляє про себе. Наразі дитина обстежується. Подальше її доля буде вирішуватися совмістно з відділом у справах сім'ї та молоді нашої районної адміністрації. Малышку активно навіщають пологовці, але медперсонал пока оберегає її від камер. Від горе-мама могла совершити подобне із-за родового стреса і ще може змінити своє рішення. В службі по делам дітей Пологовської районної адміністрації кажуть, на це у неї є два місяці. В цьому випадку це виключено буде через суд. Вона буде доводити, що вона мати. Але все ж таки в неї два місяці є. Ну і по спливу двох місяців тимчасово влаштована буде дитина. Вірніше, протягом цих двох місяців. Варіанти – це дитячий будинок, обласний сонечко. І ще законодавством передбачено тимчасове влаштування в сім'ї громадян. Після двох місяців буде дитина підлягати усиновленню. Тобто вона буде влаштована в якусь сім'ю. В будь-якому випадку, женщине грозить кримінальна відповідальність. У разі встановлення матері дитини, її буде притягнуто до відповідальності за частиною 2 статті 135 Кримінального кодексу України. А саме залишення матері у небезпеці новонароджену дитину. Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі до трьох років або позбавлення волі на той самий строк. Якщо у когось є будь-які відомість, інформація щодо жінки, яка могла народити дитину, просто ми звернутися до Пологівського відділу поліції. Екатерина Шапка, Александр Доля, Пологи, ТВ5 Без особых клопот новогодніе выходные прошли относительно спокойно. Количество вызовов дежурных правоохранителей оставалось на уровне обычным для непраздничных дней. Что происходило в Запорожье в период новогодних гуляний, знает Станислав Печурин. 31 декабря СБУ і поліція нашли украденнюю взрывчатку. Накануне 10 тонн аммонита перевозили на одно із предприятий Запорожской области. 40 кг взрывчатки тогда украли. Шашки нашли в одному із частних гаражей Васильевського района Запорожской области. В ходе его осмотра установлено, что оно не повреждено и имеется все в наличии. Значит, данный аммонит был изъят и направлен для проведения соответствующих экспертиз. По данному факту начато уголовное производство по статье 262 Уголовного кодекса Украины. Это похищение взрывчатых веществ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет. Сама же новогодняя ночь прошла относительно спокойно. Горожане жаловались в полицию на шумных соседей, выпившие компании и нарушение общественного порядка. Всего на 102 поступило 224 вызова. За ночь с 31 на 1 мы споймали лише трех водеев в стане алкогольного спьянения. А взагалі за святами опрацювали близько півтори тисячі викликів и затримали, зупинили 20 водеев в стане алкогольного спьянения. 1 января патрульных вызвали на улицу Независимой Украины. Там неизвестный пытался украсть кондиционер. Мы вчасно пробыли на месте, та затримали саме на месте. Он встиг лише відломати трубки від кондиционера. 1 января, по іронії судьбы, загорелась баня на улице Рекордной. В огненной ловушке оказались 29 человек. Помещения были окутаны дымом. Посетителя и персонал пришлось эвакуировать. Через щельное задымление не все смогли выйти из середины помещений. Тому нашими подразделами, разом с персоналом, было эвакуировано 16 человек с первого поверху. С другого поверху эвакуировать людей довелось с помощью пожежных дробин. В ночь на 2 января взломав окно, двое подростков пробрались в один из офисов. Кранжишка с проникнением двух неповнолетних, 14 и 11 лет, в офисное помещение. Вони вскрыли в окно на первом поверху, из него вынесли те, что побачили. Это Wi-Fi роутер, флеш-накопы, чувачи, колонки от компьютера. Всего в Запорожской области в новогодние выходные произошло 28 пожаров. Погиб один человек. Станислав Печурин, Иван Демяненко, Дарья Зырянова, ТВ5. В Запорожье наблюдается уменьшение количества заболеваний ОРВИ и гриппом. Из почти 300 лабораторных исследований вирус типа H3N2 или гонконгский грипп подтвержден в 11 случаях, в 39 штамм типа А. Количество госпитализированных больных снизилось в два раза. За ближайшее время медики прогнозируют дальнейшее снижение уровня заболеваемости ОРВИ и гриппом в областном центре. По состоянию на 52-ю неделю, это конец прошлого года, заболеваемость была выше в два раза, чем эпидемический порог. За эту неделю переболело более 11 тысяч запорожцев. В том числе ставили диагнозы грипп. Но что отрадно, те ограничительные противоэпидемические мероприятия, которые были введены для школьников, они, конечно, сыграли свою роль. И сейчас мы действительно видим снижение уровня заболеваемости. Этому способствовали еще и каникулы в школах. В Новый год с новыми тарифами. Согласно постановлению Кабинета министров, концерн «Городские тепловые сети» сделал перерасчет оплаты за отопление для жителей домов, где не установлены приборы учета. Расчет проводился, исходя из среднемесячного тарифа на отопление для домов, где есть счетчики тепла. Уже в январских платежках запорожцы увидят изменения в счетах. Какие узнавала Ольга Васильева. Для домов, в которых нет счетчиков тепла, тариф рассчитывается согласно нормам. Они, в свою очередь, зависят от погоды. Теперь же начисления будут проводиться по среднему тарифу, который действует для домов со счетчиком. Показания всех жилых домов, которые проработали в декабре полный месяц, складываются отношения к площади тех же жилых домов и определяется средневзвешенная величина с учетом стоимости за геокалории. Узнаем, сколько на квадратный метр тепла, а потом на каждый дом без прибора учета. Таким образом, мы знаем количество тепла на каждый дом. По такой же схеме были проведены расчеты за октябрь и ноябрь 2016 года. Напомним, концерном городские тепловые сети для домов без прибора учета был установлен тариф 28 гривен 44 копейки за один квадратный метр. В зависимости от погоды, в октябре к оплате запорожцам было выставлено 17 гривен 99 копеек. В ноябре 26 гривен 33 копейки. Новая методика, по которой был пересчитан тариф, позволила сэкономить горожанам не одну сотню гривен. Таким образом, для наиболее распространенных типов квартир размер начислений составил. В октябре за однокомнатную квартиру по старому тарифу за тепло запорожцы заплатили 629 гривен 67 копеек. После перерасчета по новой методике эта сумма составила 380 гривен 23 копейки. В ноябре за эту же однокомнатную пришлось отдать 921 гривну 66 копеек по старому тарифу. Начисление по новой методике составило 761 гривну 98 копеек. Таким образом, экономия за октябрь составила 249 гривен 44 копейки и 159 гривен 68 копеек соответственно. За двухкомнатную квартиру в октябре запорожцы заплатили 809 гривен 58 копеек, а в ноябре 1184 гривны 99 копеек, согласно установленному тарифу. После перерасчета эта сумма изменилась так. За октябрь 488 гривен 87 копеек, за ноябрь 979 гривен 69 копеек. Таким образом, экономия составила 320 гривен 71 копейку и 205 гривен 30 копеек соответственно. Больше всего заплатить пришлось за трехкомнатную квартиру. Так, в октябре отопление обошлось в 1169 гривен 39 копеек, а в ноябре 1711 гривен 66 копеек. Это по предыдущим расчетам. Согласно новой методике расчета, эта сумма составила за октябрь 706 гривен 14 копеек, за ноябрь 1415 гривен 11 копеек. Экономия 463 гривны 23 копейки и 296 гривен 55 копеек соответственно. Всего же по городу за два месяца удалось сэкономить более 10 миллионов гривен. Изменения запорожцы увидят уже в январских платежках. И за октябрь месяц и за ноябрь мы уже сделали перерасчет. Считав за декабрь, который жители получат уже через неделю, будет в колонке перерасчет и видна сумма перерасчета. Предусмотренный метод перерасчета будет действовать на протяжении всего топительного сезона. Ольга Васильева, Дарья Зырянова, ТВ5. 2016-й стал для Запорожья годом рекордных бюджетных трат на проведение ремонтов. Более 34 миллионов было потрачено только на ремонт подъезда в жилых домах. В списке их 208. При этом стоимость ремонта одного подъезда оценивали в 150-170 тысяч гривен. Но вот уже пятый месяц подрядчики никак не могут завершить работы в подъезде дома номер один по улице Академика Александрова. Почему, выясняли наши корреспонденты. Подъезд этого дома на улице Академика Александрова по итогам онлайн-голосования за самый ужасный подъезд в Запорожье занял шестое место. В сентябре бригада приступила к ремонту. Завершить работы должны были к середине ноября. Это ужас. Четвертый месяц мы в осаде. Вот как они пришли в сентябре на 13 этаж, 14. Вот 14-й как сделали, а 13-й так вот до сих пор. На третьем этаже ремонт делали сами жители. Бригада строителей только заменила окно. На всех этажах видны следы ремонта. Очень много грязи и пыли. На восьмом этаже уже можно оценить результат. Ну как, вот слегка отштукатурена стена. Вверх потолок не брали. Он как был, так еще остался. Светильника нет. Здесь были двери. Одни и вторые. Они сняты и, насколько нам известно, пока еще непонятно, когда они появятся. Теперь это переход уже непосредственно к квартирам. Здесь стоит новое пластиковое окно. Вопросов нет. Здесь тоже когда-то был светильник. Его нет. Будет он на месте поставлен или нет, пока неизвестно. Ужасная, страшная дверь, которая однозначно должна быть заменена. Она не держит никакого тепла. И здесь уже, судя по всему, ремонт был. Директор строительной фирмы, которая выполняет работу, утверждает, в затягивании сроков его вины нет. Просто посмотрите, какой объем работы здесь производит. Здесь порядка двух с половиной тысяч квадратных метров только по стенам. Плюс еще где-то 600-700 квадратных метров по потолку. Ну вы сами понимаете, что за два месяца это нереально сделать. Оказалось, что изначально невозможно было сделать и двери на пожарной лестнице. Была у нас сумма такая, на которую надо было сметить дом. Как бы сказать, двери очень дорого выходили. Недостатки, утверждают представители департамента жилищно-коммунального хозяйства, будут исправлены. Здесь будут выполнены дополнительные работы по установке дверных дверей на переходных балконах. Также я еще смотрю, что здесь отсутствуют светильники на этой нашей незадымляемой лестнице. Поручни. Они также будут идти как дополнительные работы к нашему объекту. С сентября здесь сменились четыре бригады. На пятом и шестом этаже работают с 20 декабря. Насколько задержится эта бригада, строители не знают. Мужчина настроен пессимистично, жалуется на низкую зарплату. На первом этаже мы встречаем женщину, которая также работала на этом объекте. А вы тут живете или работаете? Работал. Работали? Как платят, так и работают. А, что не платят? Да? Работать по первому на реках, зачем тысячу дали за месяц. Что это издевательство. Потом хотят, чтобы работали люди. Изначально ремонт в подъезде планировали закончить в ноябре. Теперь сроки снова сдвинулись. В лучшем случае завершат в середине января. Павел Васильев, Сергей Чалый, ТВ5. Дружба народов, макароны для веночка и гвардиолы хочет на пенсию. Это и многое другое далее в нашем выпуске. Рост 50 сантиметров, вес 3200. Первой в Запорожье в новом году родилась девочка. Офис Деда Мороза в театре. Выставка, подарки и веселое интерактивное представление. Бегом в 2017 или 2 километра здоровья. Монтаж и фантазия. Все, что нужно для новогоднего чуда. Первенцы года. Первым запорожским ребенком в 2017-м стала девочка. Она родилась 1 января в 1 час из 43 минуты в 4-м роддоме. Спустя 4 часа в 9-м роддоме появился на свет и мальчик. Дети чувствуют себя хорошо, много спят и пока даже не подозревают, что стали самыми лучшими новогодними подарками для своих родителей. Подробности у Екатерины Даньшиной. В 6 вечера 31 декабря Елена Рожко приехала в роддом. А уже 1 января в 1 час 43 стала мамой. Девочка родилась с весом 3 килограмма 200 граммов и ростом 50 сантиметров. Своего первенца Елена назвала Ириной. Я при беременности шутила, что встречу Новый год в роддоме. Дошутилась. Поздравить новую жительницу Запорожья и ее маму приехали представители городской власти. Вот имени всей нашей запорожской громады от городской власти. Позвольте поздравить вас с вашим новорожденным, замечательным чудом. По традиции не с пустыми руками. Молодой маме цветы, а первой леди 2017 года детскую кроватку. Как раз кроватку не покупали, как знали. Очень приятно. Спасибо большое. Спустя 4 часа 1 января в 9 роддоме появился на свет маленький запорожец. Первенец в семье Бирюковых. Назвали малыша Дмитрием. Родился он на 2 недели раньше срока. Поэтому появление малыша на свет в новогоднюю ночь стало неожиданностью для родителей. Для глав роддом на сохранение. Врачи как чувствовали, наверное, 28 числа. И буквально спасибо большое персоналу, всему медперсоналу 9 роддому, всем врачам. Очень заботливо, трепетно относятся. Очень рады. Думаем еще раз сюда прийти обязательно. В прошлом году из бюджета Запорожья выделили деньги для оснащения городских родильных домов современной техникой. Было закуплено диагностическое реанимационное оборудование, аппараты УЗИ и КВЕЗы для выхаживания недоношенных детей. Для того, чтобы хотели рожать детей, чтобы наши новорожденные были здоровы, кроме труда врачей, медицинских сестер, необходимо еще современное медицинское оборудование. И городская власть заботится об охране материнства и детства. Ведь вкладывать в охрану материнства и детства – это вклад в наше будущее. Хочется пожелать, чтобы в городе Запорожье рождалось как можно больше деток, чтобы они рождались и росли здоровыми. И чтобы они радовали своих родителей, бабушек, дедушек и близких. Ну а медицинскому персоналу хочется пожелать, чтобы они также трудились в хороших условиях. Екатерина Даньшина, Юрий Васильченко, ТВ5. Праздник для всей семьи. В Театре Ви открылся офис Деда Мороза. Кроме того, актеры организовали для детей утренник и показали спектакль «Малыш и Карлсон». Новогоднее представление рассчитано на взрослых. Цель – обратить внимание родителей на потребность детей в заботе и внимании. Седония Аркелян далее. В офисе Деда Мороза дети обменивают свои рисунки на сладости. Ну и потом из этих детских рисунков делаем у нас свою выставку. Каждый год театр организовывает детский праздник с конкурсами, песнями и танцами. Интерактив между Дедушкой Морозом, Снегурочкой и еще таким персонажем, как щеночек, которого зовут Бобик. Мы играем с ними в игры, вводим хороводы. Шестилетний Максим пришел на представление впервые. Говорит, больше всего ждал встречи с Дедом Морозом. Елочка тут очень красивая. Мне понравилось представление и Дедушка Мороз. Кроме того, актеры театра ВИ подготовили для детей представление малыши Карлсон. Ставили спектакль около месяца. За кулисами всеми любимые герои репетируют последние сценки и готовятся к выходу. Я думаю, актуальная тема – это тема отцы и дети, родители, непослушание, послушание. То, как дети адаптируются в семье, допустим, как они реагируют на какие-то наказания. В главной роли, конечно же, Карлсон. Он начинает дружить с малышом и проворачивает разного рода шалости. Приземлиться быстрее можно? Да, да, конечно. Спасибо. Эй, 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 эй. Эй, 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 эй. Такой непослушный, себя любит очень много. Такой вот он, бесшабашный. Дети очень хорошо воспринимают и участвуют. Даже если с ними общаешься, они отвечают. Спектакль «Малыши Карлсон» в театре лаборатории ВИ можно посмотреть до 10 января. Новый год – праздник, который отмечают люди разных народов и религий у каждого. Свои традиции, хотя порою они переплетаются. А объединяет их теплая атмосфера, щедрость души и неиссякаемая вера в светлое будущее. Именно с таким настроением встречали 2017 год представители разных национальностей в Запорожье. Подробнее Мария Маркелян. Встретить год огненного петуха представители нацменьшинств области собрались в еврейском общинном центре «Мазальтов». По традиции гости зажигают ханукальные свечи, но перед этим каждый непременно озвучивает свое пожелание. За дружбу, потому что дружба нас объединяет. Эта встреча яркое тому подтверждение. Несмотря на то, что прийти смогли не все, атмосфера здесь как никогда теплая. Сегодня мы собираемся передать друг другу тепло, дружеская семья наша, которой мы постоянно собираемся и пытаемся быть вместе. Мы хотим, чтобы наша дружба, национальная дружба, длилась еще 100 лет. Не только в 2016-2017, а еще в 2320-2017 году. Дружба народов ярко представлена и на праздничном столе. Каждый желающий мог отведать традиционные блюда еврейской, греческой или, к примеру, белорусской кухни. Стравы бывают и мясные, и фруктовые, и десерты. Но основной стравой, конечно, белорусского народа является бульба. А бульба – это продукт, с которого можно приготовить очень много разнообразных блюд. В частности, драники белорусские, белорусские колдуны, вергуны, картошка жареная, шквареная, пареная. Это стол, который должен содержать в себе абсолютно все продукты, которые любят ваши члены семьи. Это такой момент, когда внутреннее тепло согревает, греет. Приходят друзья, приходят родственники, собираются люди, которые долго друг друга не видели. Это шикарный момент, когда можно поделиться теплом. В активном ритме современной жизни подобные встречи – отличный повод прикоснуться к новой культуре и познакомиться с традициями. А еще спеть на разных языках мира, в том числе и на украинском, который для многих уже стал родным. В Новый год верят в чудо даже самые отъявленные пессимисты. А некоторые создают его своими руками. Настоящие новогодние чудеса в одном из офисов продемонстрировал известный американский видеомонтажер Зак Кинг. И пусть для этого он использовал современные технологии и свои профессиональные навыки, все равно получилось празднично, весело и ярко. Верьте в чудо, и оно с вами обязательно случится. Это была последняя информация о выпуске. Напоминаю, все актуальные новости города и области вы всегда можете найти на нашем сайте tv5.zp.ua. В студии работал Игорь Белышев. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова